Девочка-пай Не меняя честь на прибыль, декларируя принципиальные ценности бизнеса, ожидая открытого диалога с чиновниками. С таким настроем подошел Омский союз предпринимателей к третьему межрегиональному форуму предпринимательских объединений. Его главная тема – бизнес, власть, гражданское общество, пути взаимодействия и диалога. Мы на форуме будем обсуждать вопросы по налоговому законодательству, по государственному регулированию, по поддержке, по эффективности государственной поддержки. Это три ключевых вопроса, которые интересны предпринимателям и по которым у нас есть решения. Если мы обсуждаем какие-то вопросы, если мы проводим какой-то форум, либо межрегиональное совещание, то оно должно быть организовано и конструктивно. Чтобы бизнес видел больше своих перспектив и мог планировать в дальний горизонт. Собирать предпринимателей со всей России сложно, а вот пригласить соседей труда не составило. В Омск приехали бизнесмены из Новосибирска, Барнаула, Томска, Красноярска, Тюмени и Кемерово. Это уже устоявшиеся партнеры и в этом смысле это те организации, которые готовы подписать и дальше участвовать. И есть другие города, которые готовы приобщаться. Как показывает практика, у предпринимателей, работающих в совершенно разных сферах и в разных уголках нашей страны, проблемы одни и те же. Свидетельство тому – самый первый форум. В прошлом году в Новосибирске собрались все, кого коснулся печально известный 212-й закон о страховых взносах. После его введения в 2010 году некоторые предприниматели оказались перед выбором – работать законно, но на грани банкротства, либо уйти в тень. Государство попыталось решить проблемы пенсионеров за счет увеличения выплат в социальные фонды. Но для фирм, плативших налоги по упрощенной схеме, в отдельных случаях сборы повысились вдвое – с 17 до 34%. Этот форум был больше эмоциональный, поскольку, с одной стороны, была проблема достаточно серьезная для всех, но, с другой стороны, мы еще не готовы были конструктивно обсуждать. Мы говорили, что это надо сделать, нужно поменять, но мало было конструктивных предложений. И все же главной цели удалось достигнуть. Предприниматели услышали. В конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении максимального тарифа страховых взносов со следующего года. Правда, всего на 4%. В итоге искать компромиссы решили на регулярной основе. Предпринимательский форум получил статус межрегионального. Сейчас в нем участвует объединение азиатской части России. Второй форум, состоявшийся весной этого года в Барнауле, прошел с еще большим размахом. Было определено три основных направления. Одно направление – это законодательное, потому что это основное, что нас в первую очередь касается и задевает, как бизнес. Второе направление – это вопросы жизнедеятельности бизнеса и нас, как граждан. Предприниматель вне закона и вне общества. Именно так сегодня до обидного воспринимают тех, кто открывает производство, несет основной доход к бюджету и создает рабочие места. Мы сегодня говорим о формальном увеличении количества зданий в регулярном секторе. А надо говорить об увеличении то ли благоприятных продуктов, об увеличении инновационной составляющей бизнеса, об увеличении новых платежей, то ли на цехах, об увеличении заработки, обслуживания. До сих пор еще не сформировалось восприятие бизнесмена и предпринимателя, как человека, интегрированного в это общество и создающего блага для этого общества. Бороться с этим стереотипом в одиночку сложно. Мы живем в Бухово, часто не знаем, что происходит друг в друга, хотя мы не увидимся. Контакты очень важны, причем горизонтальные контакты, связанные как раз с развитием экономики, с развитием предпринимательства. Посмотреть, насколько мы можем взаимодействовать и с властью, и самое главное, выстраивать бюджетную зону с общества. Для того, чтобы обмениваться, получать, для того, чтобы устанавливать прямые отношения, которые в последующем можно использовать с целью поддержки, продвижения, развития бизнеса в регионах. Омскому союзу предпринимателей есть чем поделиться. На местной площадке работает клуб практических решений, где участники рынка оперативно обсуждают насущные проблемы. Одна из тех площадок, которая появилась, которая помогает предпринимателям найти законные способы ведения бизнеса, так, чтобы сохранять бизнес, несмотря на то, что законодательство меняется не в пользу бизнеса. Предприниматели готовы повысить планку для самих себя. На третьем форуме впервые будет представлен для обсуждения проект декларации, который должен стать кодексом для предпринимателей. Этот документ, по мнению авторов, развеет мифы о бизнесе. Мы готовы смотреть дальше своего носа, мы готовы к решению системных вопросов, мы готовы к социально-ответственным проектам, мы готовы к общественным проектам. Этот документ, он только провозглашает ценности бизнеса. И для нас это очень важно. Здесь нет политических требований, здесь нет политических каких-то лозунгов и так далее. Вне политики. Но ключевым вопросом форума станет создание межрегионального координационного совета. Необходимость в этой структуре уже назрела, считают в Омском Союзе. Это расшивка узких мест для того, чтобы бизнес как-то лучше развивался. Но опыт у всех разный. Поэтому мы видим общественный интерес в том, чтобы мы могли поделиться опытом, что у нас лучше, что у них лучше. И свою общую консолидированную позицию могли представить и на региональный уровень, и на федеральный уровень, минуя бюрократические коридоры власти. Потому что чем более сорганизована общественная сила предпринимательская, тем, наверное, голос этот будет громче. Одной из задач координационного совета станет экспертиза новых законов и поддержка предпринимателей, осваивающих новые рынки. Наша задача как раз в хорошем понимании, так сказать, лоббирование такого права, чтобы законодательные акты принимались, пройдя предварительную экспертизу, общественную экспертизу. Тем более приятно, что на призыв сесть за стол переговоров на этот раз откликнулись и представители власти, как региональной, так и федеральной. В форуме примут участие представители администрации Кировской области, где накоплен интересный опыт сотрудничества с бизнесом. Приедут и депутаты Госдумы. Так что всем участникам форума добро пожаловать и эффективных решений.